Сегодня в городском парке вовсю кипела работа. Люди старшего поколения, молодежь и даже маленькие дети пришли туда, чтобы сделать самое любимое место отдыха белореченцев еще красивее. В этот день за лопаты готовы взяться даже самые маленькие жители нашего города. Ведь то, что они сейчас будут делать, сохранится на долгие-долгие годы. Несколько десятков молодых елочек вдоль всего городского парка по улице Ленина пришли посадить сюда белореченские экологи, активисты общественных организаций, казаки, депутаты городского совета, сотрудники администрации и работники Еврохим-БМУ. Такая массовая высадка сразу привлекла внимание прохожих. Участвуют всякое поколение, от молодых до... Так что молодцы участие приняли. Я как бабуля одобряю. Такой дате. Это как? Это вообще приятно, когда все кругом. Прелесть. Таким образом, белореченцы поддержали всероссийскую акцию «Лес Победы». Ее цель – к 70-летию окончания Великой Отечественной войны по всей стране высадить деревья в честь каждого из 27 миллионов советских людей, погибших от фашистских захватчиков. Нам не безразлично наш город, его благоустройство, красота. Мы рады, что приняли участие в этой акции. В этом парке часто гуляют со своей дочкой. Очень счастлив, что именно парк будет благоустроен и приятнее. Надеюсь, тут будет гулять. Саженцы для Еловой аллеи были привезены из белореченского питомника. Мы призываем просто всех посадить хотя бы одно дерево. А тем более ель. Ель считается, ельники – это легкие планеты просто. Пихта, кедр – это навес золота. Активное участие в высадке приняли белореченские казаки. Они пообещали и в будущем следить за молодыми деревцами. В городском парке проходят патрули полицейских совместно с казачеством. Поэтому все казаки будут нацелены на дополнительную охрану этого места. Чтобы выросли высокие и большие, чтобы приносили радость нам, дай бог, нашим детям и вообще всем горожанам. Буквально за полчаса все елочки были аккуратно посажены. Участники акции надеются, что все они благополучно примутся. Сегодня мы подарили городу 50 маленьких елочек. И надеемся на то, что вы дадите возможность им вырасти именно в этом парке. И через 10 лет они будут красивые, шикарные, высокие елки и будут нас радовать. Если кому-то из вас они очень понравятся, я вас очень прошу, не тащите их за свои заборы. Не прячь красоту это от людей. Наталья Пирс, Артем Кузьмен, События и люди.